В этом выпуске Метрополитенс мы отправляемся в Осуку, город, который отличает уникальная для Японии атмосфера. Вместе мы откроем для себя инновационный дух этого мегаполиса, его динамизм и радушие. Не случайно Осака является одним из кандидатов на проведение международной выставки в 2025 году. Осака – третий по величине город Японии. По оценкам журнала «Экономист», в мире он также занимает третье место по критерию комфорта для жизни, уступая лишь Вене и Мельбурну. Осака – это безопасность, чистота, удобная инфраструктура, в том числе и торговая. Город – выбор номер один для тех, кто интересуется театром, особенно комедийным жанром. Роберта – наш гид, молодая актриса. Когда я впервые пришла в театральное агентство Юшимоты, мне сказали «Поезжай к Осаку». Почему? Потому что это настоящая столица комедийного искусства Японии. В агентстве заметили, там сами люди научат тебя искусству комедии. Должна признать, так оно и случилось. Осаки любят гостей. Это одна из причин активной мобилизации населения вокруг проекта «Приема у себя Экспо-2025». Именно горожане установили эту символическую стеллу с заветной датой у входа в мэрию. Тема международной выставки заявлена так – города будущего и наша жизнь в них. Идея, как нельзя лучше, соответствует духу Осаки и региону Кансай в целом. Кансай – второй по значимости экономический район страны, важный научный центр. Профессор Хон Цзю в этом году получил Нобелевскую премию в области медицины за исследования в сфере борьбы с раком. Профессор Яманако, обнаруживший ИПС-клетки, новый тип стволовых клеток, также из региона Кансай. В 20 минутах от центра города раскинулся остров Юмейшима, где планируется разместить инфраструктуру будущей международной выставки. Остров славится своими футуристическими проектами, среди них – павильоны с нулевым потреблением энергии. Осака – еще и настоящий инкубатор для малого и среднего бизнеса. В городе трудятся сотни стартапов, разрабатывающих революционные технологии. Например, использование СВЧ «Волн» в промышленных масштабах. Это революционная технология. Она изменит положение дел в отраслях, в которых вот уже сотни лет ничего не меняется. С ней мы в половину сократим расход энергии и сможем строить более компактные предприятия. Осака – настоящий колыбель японской культуры. Зайдите в павильон, построенный в честь прошедшей здесь выставки Экспо в 70-м году. Прогуляйтесь по невероятной красоте саду. Побывайте в синтаистском святилище Сумиоси Тайсе. Его история насчитывает без малого две тысячи лет. Этот храм очень важен для жителей города. Они собираются здесь на празднование Нового года, загадывают желания, просят об удаче в бизнесе. Эти традиции хорошо известны. Поклонитесь дважды, вот так. Потом дважды хлопните в ладоши. Помолитесь. После молитвы последний раз поклонитесь. На такие деревянные дощечки люди пишут свои желания. Они, по идее, должны исполниться. В последние пять лет число иностранных туристов в Осаке увеличилось в пять раз. Сегодня к нам приезжают 11 миллионов 100 тысяч гостей в год. Мы бы хотели с помощью международной выставки продемонстрировать богатство Осаки всему миру. Город красив, и днем и ночью Осака еще и признанный гастрономический центр Японии. Местные рестораны Капо – визитная карточка Осаки. В простом интерьере и демократичной обстановке здесь можно попробовать самые изысканные блюда. Да, здесь можно очень вкусно пообедать в достаточно простой обстановке. Традиция родилась именно в нашем городе. Здесь дешевле, чем в других ресторанах, а блюда готовят с учетом сезонных продуктов, которые закупают у местных поставщиков. В этом уникальность Капо. Вот это сладкий картофель под лимонным соусом. Продукты из района Ковачи. Это недалеко от Осаки. Жизнь в мегаполисе, кажется, никогда не замирает. Осака полная энергии и целеустремленности. Осталось дождаться 15 ноября и узнать, приедет ли международная выставка именно сюда. Субтитры создавал DimaTorzok